Слава Господу, братья и сестры! Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Уповаю на спасение Твое, Господи, заповеди Твои исполняю. Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. Храню повеления Твои и откровениями Твоими, ибо все пути мои пред Тобою. Да приблизится вопль мой пред лице Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лице Твое, по слову Твоему избавь меня. Псалмопевец Давид уповает на Бога, и такие красивые слова, говорит, душа моя хранит откровения Твои, и я их люблю крепко. Признается в любви Богу. Он, наверное, думает, что Бог не знает, все Бог знал, но, видимо, Богу приятно, когда дичо от земли, говорит такие слова. И Бог его любил, муж по сердцу у него, Давид, был, и очень много благословлял его, и такими скорбными тропами проводил его. Иногда Давид спотыкался, падал, но, любя Господа, так искренно перебегал, под защиту его крыл, и миловал его Господь, и тоже его любил. Пусть Бог благословит нас, братья и сестры. У нас, братья, гости, Валентин Новик будет заключительное слово говорить, гости из Грузии, и у нас есть из Узбекистана Мурумбай, брат, он тоже едет на миссионерское служение. Ну, пусть Бог и нас, Бог благословит. Мудрое сердце, щедрое и доброе сделает. Начнем с молитвы. Попросим благословения у нашего Господа. Сейчас, братья и сестры, будем петь вместе. Псалом номер 93. Великий Бог, когда на мир смотрю я. Здесь восемь куплетов, у нас время есть, будем петь все куплеты. Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что ты создал рукой отца. Псалом номер 93. 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 ПЕСНЯ 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 Итак, что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елен. В нем открывается правда Божия от веры, веру, как написано, праведный верою жив будет, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправды. Проповедь, которую я хочу назвать, она называется «Евангелие есть сила Божия». Благословенные братья и сестры, давайте обратим внимание на эти сроки Священного Писания и посмотрим, где апостол Павел хотел проповедовать. Он пишет, что он хотел благовествовать находящимся в Риме. В то время Рим был самым развращенным городом, самым знаменитым городом и тем городом, где царило зло, разврат. Он был похож на город Содома и Гаморы. Пророк Данил сравнивал этот город с зверем, который попирает его своими ногами. Но Павел желал проповедовать именно там. Он желал проповедовать в этом развратном городе. Он желал проповедовать тем людям, которые жили на то время в Риме. Рим был также самым образованным городом на то время. Все жившие там знаменитые люди со времен августа, историки, были известны тогда всему миру. Самые замечательные образы человеческого творчества того времени, они производились в Риме. Но, к сожалению, этот город был самый развратный, самый развратный. Осквернением которым дышали его улицы, и это все напоминало порочность. Император того времени был одним из самых сильных монстров, когда-либо являющихся во плоти человеческой в то время. И в это город, вот в то место, именно апостол Павел хотел идти и благовествовать людям Евангелие. Что хотел говорить апостол Павел? Он хотел благовествовать людям Евангелие. Эту радостную весть об Иисусе Христе. Павел стремился в Рим не для того, чтобы посмотреть эту красоту. Он не стремился в этот город, чтобы увидеть архитектурные строения. Он не стремился в этот город, чтобы показать себя или заслужить какие-то заслуги и аплодисменты римлян. Нет, ни в коем случае. Он должен был проповедовать Евангелие и путь спасения праведностью Божьей. Написано, апостол Павел написал, «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Что чувствовал апостол Павел? Он пишет в этих стихах, «я не стыжусь благовествования Христова». В этих словах подразумевается больше, чем они выражают. Павел имел в виду не только то, что он не стыдится Евангелия, но что он гордится им. Гордится Священным Писанием, гордится тем, что он является христианином. Он гордится тем, что он стоит твердо на этом пути, что он идет в такой город, чтобы проповедовать Слово Божие этим людям. В Галатам, в 6 главе 14 стихе Павел пишет, «Я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа». Здесь подразумеваются две вещи. Во-первых, Павел не стыдился Евангелия Божия перед Богом. Он не стыдился, потому что он знал, что перед Богом он стоит правильно. Поэтому он говорит, что «я не стыжусь этого благовествования Христова». И слова, которые сказал царь Давид, они подходят к этому. От него все спасение мое и все хотение мое. От чего? От Слова Божия, от этой благой вести. Путь спасения нашего Господа Иисуса Христа, нашей правды, он был приятен апостолу Павлу. Идя по нему, его душа покоилась с величайшим наслаждением. И именно так он приходил к Богу. Он приходил к Богу и публично, и в смерти. Он надеялся предстать перед Богом в вечности, в облеченном вот в эту божественную праведность. Во-вторых, он не стыдился Евангелия Христова перед людьми. Даже если весь мир бы ополчился перед ним, если бы даже ад восстал бы, то Павел бы не переставал бы проповедовать Слово Божие. Он проповедовал Слово Божие с дерзновением, имея на эту силу, силу и помазание Бога. Он шел по этому пути, чтобы люди получили спасение. Он дышал этим. Некоторые римляне, конечно, бы рассмеялись и сказали бы, «Ну что этот Павел хочет доказать этому Риму своими немногими словами, которые он хочет покорить его?» Но Павел чувствовал божественную силу. Он чувствовал такую силу в Евангелии, что перед этим ничего не могло устоять. Он знал, что может разбить в этой Евангелии самые ожесточенные сердца. Он знал, что эта Евангелия может покорить все. Образованные римляне также ухмельнулись, услышав речь Павел. Но Павел видел мудрость Божию. Он видел и знал, что Слово Божие, оно действенное. Оно острее всякого меча обояда острова. Он знал, что это Слово, оно разрушает твердыни. Что это Слово освобождает нас от всякого рода зла и от цепей дьявола. Он видел, что настолько она огромна и доступна, эта сила, она величественна и божественна, что может покрыть грехи самого ужасного человека, самого ужасного человека, жившего тогда в то время в Риме. Апостол Павел говорит в 1 Коринфянам, 1 главе 23 стихе, «А мы проповедуем Христа, распятого для иудеев, с область, а для еленов безумие». Видите? А далее он пишет 1 Коринфянам 2,14. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что оно почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надо судить духовно». Невозрождённый человек, он не может почти спастись, и он не может это сделать без Христа, пока Дух Святой не явится ему, пока Дух Святой не проговорит в ему сердце. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно только лишь послушать Слово Божие и принять Христа как своего личного Спасителя. Мне многие считают и считали, и эти люди, я думаю, так, что добрые дела и праведность и пожертвования, оно будет приятно Богу, но люди ошибаются. Богу не нужны эти пожертвования, Богу не нужны эти добрые дела, это праведная жизнь, если там нет Христа. Бог не нуждается в наших финансах и не нуждается в благодати людей, которые живут этой мирской жизни, если Христа нету в этой жизни. Ему не нужно это. Но когда Христос приходит в их жизнь, тогда Он приумножает 30-60 во 100 крат те благословения, которые Он изливает на этих людей. И люди думали, что, живя этой жизнью, они добрые дела делают, они жертвуют на эти храмы, и они строят этот божественный Рим, и думали, они получат награду какую-то. Но Павел шел туда, чтобы сказать этим людям, что они все погибнут, что они все будут в неправильном состоянии, если они не примут эту благую весть об Иисусе Христе. Знаете, мирские люди, они стыдятся Евангелия из-за благовестника. Вы помните однажды, когда Иисус проповедовал в своем городном городе? Что сказали? Это Марк 6, глава 3 стих. «Не плотник ли Он, сын Марии, брат Якова, Иосии, Юды и Симона, не здесь ли между нами его сестры, и соблазнились о нем?» Когда апостол Петр и Иоанн, они проповедовали в Синедрионе, то иудеи отметили, что они люди не книжные и набожные. Помните? Это Деяние апостолов 4, 13. Когда Павел проповедовал в Афинах, то люди сказали, что хочет сказать нам этот Суэслов. В Коринфине на Павла сказали, он в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Так же продолжается и сейчас. Мы храним это сокровище в наших земных сосудах. Каждый служитель, я знаю, он хочет сказать об этом человеку, проповедуя Слово Божие, чтобы он принял Христа как своему личному спасительному. Но что для этого нужно? Нужно, чтобы Дух Святой побудил на это, чтобы он стоял твердо перед Словом Божьим и тот, кто говорит об этом. Апостол Павел был прям в своих словах, и он говорил это слово с дерзновением. Евангелие – дело человека святым. Когда человек принимает эту благую весть об Иисусе Христе, и в этом заключается основная причина, почему невозрожденные люди, они стыдятся Евангелия, потому что они не понимают и не хотят принять его сразу. они думают, что люди, которые говорят это слово, что это слово, оно не работает. Они боятся. Боятся, что скажут родные, что скажут знакомые, что скажут друзья на работе, что скажут сослуживцы. Но когда человек боится этого, то он этим самым затрудняет свой путь к Господу. Он затрудняет это свое положение перед Богом. Иисус – он святой спаситель мира. Написано, что он дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный. Он спасает людей от грехов. Он покрывает свою душу, нашу душу, своей белой одеждой, и она становится прославленной, эта одежда. Он восстанавливает утраченный образ Божий и наполняет душу чистой и небесной святостью. Слава Ему! Но дети Божьи, они стремятся, они хотят этого. Они хотят жить именно так, как Господь повелевает. И это очень хорошо, когда мы находимся в Слове, когда мы пребываем единодушно вместе, когда мы собираемся все вместе для молитвы, и когда мы приходим и вместе приносим эту нужду, чтобы человечество получило спасение, чтобы Евангелие, оно работало в том городе, в том месте, где мы находимся. Это большая благодать, когда не только проповедник, стоящий возле кафедры, говорит это Слово Божие, но те, все, кто находится в зале, кто сидит, он должен благовествовать этой Евангелии, не страшась того места и того положения, где он находится. Когда Иисус явился апостолу Павлу, помните, что с ним произошло? Мы знаем, что апостол Павел был хулитель, он был человеком набожным, но не верил в Христа и гнал последователей Христа. Но что с ним случилось? Что? Он упал, пораженный на землю трепещущий. Он видел это то же самое при обращении стражника Сергия Павла, проконсула Кипра, который уверовал, «Девя с учением Господню», которое записано, это история в Деянии апостолов, в 13 главе. Рука Божья, она могущественна, она к уничтожению всякого греха и ведет только лишь к спасению. Апостол Павел знал, что одна и та же сила распространяется на каждого верующего, как написано, что мы прочитали, и на Иудея, и на Елена. И их гордые и упрямые сердца могут разбиться об это острее Евангелие. Неудивительно, что Павел шел в Рим смело, имея такое оружие. Какое оружие он имел? Это Слово Божие проповедовать этим людям. Потому что, как говорит Писание, Слово Божие, оно острее всякого меча обоюдоострого. Оно оружие воинствования нашего ко спасению. Потому что спасительная сила Евангелия, она жила в этом человеке, который шел проповедовать туда, где его могли убить. Но он не боялся смерти. Он говорит, смерть – это приобретение. И мне очень нравится этот персонаж. Мне очень нравится этот человек, который имеет такую смелость. И всем надо нам равняться на него. Слава Богу за таких служителей, как и был апостол Павел, апостол Петр и все те, кто с дерзновением проповедовали Слово Божие. Знаете, в Писании говорится, что наш Господь Иисус, Он пришел на эту землю. Кто был? Он был истинный Бог и истинный человек. Написано, что младенец родился нам, сын дал нам владычество на раменах его, и на реку имя его чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Бог во плоти пришел к нам на эту землю. Как написано в первом послании к Тимофею 3,16, Бог явился во плоти, во плоти, и пострадал ради нас на Голговском кресте. Он пошел на эту добровольную, крестную смерть, чтобы спасти не одного грешника, а всех, всех грешников, чтобы все получили спасение и оправдание. Смерть одного человека, если бы понадобилось бы, Бог пошел, но Бог пошел на то, чтобы пролить свою кровь за всех грешников. Послушание Христа с самого детства и до смерти было послушанием того, кто был Богом. Его божественная воля соответствовала Его святой, божественной, человеческой воле. И в каждом факте этого послушания все это проявлялось. Его послушание родителям было послушанием Бога. Его молитвами, молитвами Бога. Его слезы были слезами Бога, того, кто был Богом. Самое прекрасное место из священного писания, которое мне очень нравится, где написано «Иисус проследился». Помните это место священного писания, когда Он истиллял Лазаря? Это величественные слова, которые поражают, которые недопонимают многие, что сам Бог пролил слезы, пролил слезы, когда Он скорбел. Вот почему иногда говорится, лучше пойти в дом плача, чем в дом веселья. Когда мы идем и в доме плачем, мы можем сказать о той божественной силе, о той благодати, которую Бог делает, которую Бог совершает в жизни людей. Когда слушают и видят пример человека, когда он на этом служении, где горе, где какая-то трагедия произошла, он говорит о Христе, он говорит о Боге, и эти служения, они благословены. Слава Богу! Друзья, в Евангелии заключена радостная весть. Радостная весть об Иисусе Христе. Это благая весть, которая радует сердца многих людей, принимающих в свое сердце Христа. Он воскрес из мертвых и пребывает с нами Духом Святым. Слава Его! И когда мы принимаем Христа как своего личного спасителя в нашу жизнь, полную радости и наслаждения, с любящим спасителем мира, мы наполняем свою жизнь этой радостью и этими благословениями. Свою нечестивую жизнь мы покрываем Его божественной и святой жизнью. Знаете, я прочитал, и мне очень понравились такие слова, где написано, есть что-то необъяснимое и чудесное в праведности Бога. Когда потоп покрыл землю, то он покрыл самые высокие горы. И, глядя сверху, нельзя было увидеть ни одной горной вершины. И все было в воде. Только отражался свет. Горы были под водой. Поэтому, если люди покоряются Богу, покоряются Его праведности, то горы наших грехов, они станут невидимыми, а будет видна лишь одна огромная, глубокая, прославленная праведность. Праведность нашего Бога и Спасителя. Евангелие – это спасительная сила для каждого верующего. И мы должны всегда стоять твердо на этом слове, потому что Слово Божие, оно работает, оно вечно, оно живое. И мы, как служителя Христовы, должны благовествовать каждому эту благую весть, чтобы люди, наши родные, близкие, грешные люди, жившие в таких местах, затрудненных, получали спасение, узнавали эту благую весть об нашем Господе Иисусе Христе и получали бы жизнь вечную. Слава нашему Господу! Слава Богу! Помолимся! Сейчас хор споет Псалон, потом Слово Брату Ивану, затем мы споем общим пением и сделаем сбор. Слава Богу! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Наш дух лишился Божьей жизни, общения с Богом и любви, и, чтоб дочтить святой отчизны, взывала святость о крови. Ни о крови животных нет, святая кровь должна пролиться за грешных всех, это секрет, но он-то должен и открыться. Свершилось! Бог через пророков дал миру в свое время знать, его всевидящее око смогло и это увидать. И вот ягненок белоснежный стоит готовый жертвой стать, приятный, ласковый и нежный принес на землю благодать. Он все отдал народу грешному, что Бог Отец ему сказал. Пришел на помощь безутешному, себя на крест ему отдал. И пролилась кровь святая за ближних, дальних и за всех. Настала эра золотая. Был побежден Мессия и грех. Грех побежден, но он не умер. Он жив, коварен и хитер. Он действует на нас, как зумер. Но некто скажет, это вздор. Не вздор, а факт. Это доказано тобою, мной и миром всем, что грех великая зараза. Но дети Божьи живы тем, что кровь Христа вакцина сильная. Она сильней греха. Аминь. Душа его любвеобильная. Греха создатель, дьявол. Сгинь. Душа и плоть греху подвластны. Еще от Евы и Адама. Душа и плоть с духом контрастны. Они творцу бесславия срама. Нам надо плоть свою распять с ее страстями, похотями. Всю власть и силу духу дать, чтоб дух главенствовал над нами. А дух святой над нашим духом, чтоб волю Божью соблюдать. Христианин, будь чуток ухом, советы Божьи принимать. Ведь Слово Божье – меч духовный, который может разделять. Наш чистый дух с душой греховной, чтоб плоти волю не давать. Ведь плоть о многом замышляет и суетится, и грешит. А кто из нас об этом знает, тот исповедаться спешит. А потому душа и дух не могут вместе пребывать. Чтобы светильник не потух, нам надо душу потерять. Коль потеряем, обретем. Так Слово Божье говорит. Для духа небо – вечный дом. По духу жить нам Бог велит. По плоти будем жить – умрем. По духу будем живы – вечно. Давайте думать мы о том, без развлечений небеспечно. Быть может, это слушать нудно, но это тема жизни, смерти. Я верю вам, что это трудно, но это важно, мне поверьте. Ведь я такой же человек, как вы, мои друзья по вере. И мой, и ваш короткий век, но нам открыты в небо двери. За нас пролита кровь святая, святого Агнца, сына Бога. И плоть завеса золотая разодрана Христа благого. Нам надо плоть свою распять, желанием, верой и делами. Святому духу место дать. Бог будет в нашем духе с нами. А если дух осуещен и угнетен делами плоти, как будет радоваться он, ведь он находится в цейтноте. Раскрепостим наш дух для Бога и для общения со святым, для славы Господа благого, чтобы общаться духом с ним. Назло да будем мы, как дети, а по уму будем взрослеть, чтоб быть всегда нам в Божьем свете, чтоб славу Господу нам петь. Друзья, коль рождены мы свыше, нам надо в духе возрастать. Только духовный Бога слышит, будет не ползать, а летать. Ведь Бог есть дух, а не материя. Его общение с нашим духом. Окажем Господу доверие в том, что мы слышим нашим ухом. И он по мере нашей веры, по нуждам нашим нам пошлет, то вспомним из Библии примеры, нам это пользу принесет. Доверимся его Писанию, оно ведь богодухновенно. Писание, Божьи указания, мы их исполним дерзновенно. Тогда ни ад, ни сатана, друзья, нам будут не страшны, нам будет Богом власть дана и Божьи дары даны. Да будет тверд, друзья, наш дух, чисты, да будут наши очи, да будет чутким и наш слух. Господь в нас это видеть хочет. Пусть всех нас Бог благословит, поможет этого достигнуть. Он нас в своей руке хранит, жизнь на земле подобна мигу. А вечность ждет нас всех и манит. Будем стремиться к ней, друзья. Господь нас спас, Он не обманет. Ему всем сердцем верю я. Аминь. Давайте еще стоя споем, сборник 866. Всегда удивляться я должен, Христос, что нас возлюбил. И сделаем добровольное пожертвование нужды церкви. Всегда удивляться я должен, Христос, что нас возлюбил. Христос, что нас возлюбил. Повесть чудная, вечно новая, Слушать я ее готовим. Повесть чудная, вечно новая, Госпасителя любовь. Повесть чудная, вечно новая, Слушать я ее готовим. Повесть чудная, вечно новая, Госпасителя любовь. Повесть чудная, вечно новая, Госпасителя любовь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Павел когда-то говорил Нас не знают, но мы узнаваемые Нас почитают мертвыми, но мы живые Слава нашему Господу Я утром проповедовал и сказал Когда мне был второй инфаркт И мне сделали операцию Везу в Узбекистане уже слов пошел, что Урумбай умер Особенно радовались КГБшники Руководитель христиан умер Братья и сестры, я вам скажу один секрет Кто если скажет, что дети Божьи умерли, вы не верьте Дети Божьи не умирают Аминь Слава нашему Господу Наших братьев там в Узбекистане Бьют, сажают, штрафуют, даже убивают Но все равно они идут служить Слава нашему Господу Кто дал эту возможность Это любовь Божия Дал эту возможность служить Ему Слава нашему Господу Ибо так возлюбил Бог мир Отдал Сына Своего Единородного Дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную Когда я эти слова говорю Я говорю, он возлюбил больше всего узбеков Знаете почему? Я недавно новости посмотрел по интернету И наша страна считается там Особенно Бухара, Самаркад Праздновал 2075-летие И когда я услышал, что 484 года до нашей эры Там были еврейские народы Я говорю, вот почему оказывается Бухара, Самарканд Был еврейской страной В нашей стране там есть могила Иова И когда читаем, что страна Уц Это Узбекистан Вот я говорю Откуда оказывается благословение Узбекистана Как израильские благословения Земля Узбекистана очень благословенная Там растет все А самое главное Это золото белое Хлопок Но самое главное Самое главное Это Христос Мусульманские народы спасает Слава нашему Господу Когда мне сделали операцию Мне дали заключение Тебе на улицу нельзя выходить Один ты не можешь ездить Без сопровождающего ты ничего не можешь делать Я говорю Почему? Заключение Сердце работает 45% Один почка не работает Ты должен сидеть Лежать Смотреть в потолок И ожидать Своё время Когда будешь переходить Ну слава нашему Господу Он даёт мне переходить Узбекистан и Америку Вот через год мы встретились опять Я опять улетаю 14 октября в Узбекистан Для миссионерского служения Но там запрещено Сказать Что ты миссионер Если узнать Что ты миссионер Что уже с аэропорта назад Должен возвращаться Божье чудо Он оставил мой паспорт Узбекский Я этим паспортом летаю туда Кому-то я пришёл В свою страну И я занимаюсь Миссионерской работой Ну они думают Я приехал в гости Ну слава нашему Господу Иные конями Иные колесницами А я только именем Господа моего хвалю Он даёт мне крепость Даёт здоровье Я Служу ему Я сейчас посмотрел Наверное Утрощное собрание Было зал полный Переполненный Переполненный Знаете Когда я читаю Тринадцатую главу Евангелия от Яна Тридцатьчетвертый Тридцатьпятый стих Давайте прочитаем вместе Это очень Такой Нам сегодня И обличительный И чтобы Нам было Стыдно Перед нашим Господом Вы все это место знаете Я прекрасно знаю Я у тебя Когда проповедовал Я говорил Эти два Молодые Люди Влюбляются Девушка с парнем Знаете Холод Мороз Дождь Снег Им Ни почём Они идут Навстречу Так Иногда мы стоим На колени И говорим Господи Иисус Мы тебя Любим А на самом На На самом деле На Устах Получается Любовь Здесь смотрите Что сказано Заповед Утром Утром Узбекистан Я посещал Я посещал там Братья Сестёр И мы Посетили Там Мы провели Конференцию Киргизии Если кто Слышал Новости В десятом Году Было там Страшное Дело Киргизии Резали Узбеков Это тоже Дьявольская работа Которая Совершается И данный Момент Везде Слово Божье Написано Народ На народ Будет Восставать Я Не допонимал Это место Когда Так написано Как может быть Это Народ На народ Но когда Я увидел Это События Которые Там Совершались Я сказал Вот это Дьявольская работа Она И Сегодня Действует Вспомнил Беслан Там Кавказ Сейчас Вот Афганистане Чечне Вот это Все Слово Божье Она Сбывается А нам Что Бог Сказал Чтобы Молиться Молиться Чтобы Такие Участи Не Были Я Благодарю Господа Что Он Сроднил Нас Мы Стали Братьями Сестрами Некогда Чужие Стали Родными Я Узбек Вы Русские Украинцы Знаете Когда Я Увер В 81 Году Нам Приезжали И Американцы И Немцы И Шведы И Финляндии Говорили Мы Молимся За Мусульманский Народ А Я Говорю Сейчас Вы Молитесь За Мусульманский Народ Уже Ослабели Руки Опустились Мусульмане Это Такой Народ Который Христа Не Хотят Познавать Но Я Говорю Мы Показать Должны Любовь Чтобы Они Приняли Христа Вот В прошлом Году Один Брат Наш Который Он Руководил Музыкальной Группой Он Меня Попросил И Сказал Брату Румбай Я Хочу Трудиться Вот Здесь Где Был Вот Эта Трезня Среди Киргизов И Узбеков Я Сказал Хорошо Улупо Мы Оставляем Тебе Чтобы Ты Трудился Здесь Знаете Он Начал Трудиться На Него Восстали Кыгбышники Его Арестовали Сначала Дали 15 Суток И Потом Сказали Если Ты Будешь На Нас Работать Ты Будешь Жить Здесь Если Не Будешь Работать Мы Уничтожим Тебе Но Слава Нашему Господу Что Бог Дал Мудрость Разум И Сейчас Он Находится В Молдавии И Там При ООН Осматриваются Его Дела Может Он Когда Получит Беженца Может Очутиться И Здесь Мы Примем Его Слава Богу Наше Сердце Большое Мы Можем Принять Многие Братья Сестры Хотят Уехать Оттуда Очень Трудно Жить Там Если Два Библии Найдут Штрафуют 50 100 Окладов Отвергают Библию Если На машине Найдут Машину Конфискуют Вот Такое Положение Узбекистане Но Все Равно Братья Сестры Любят Иисуса Христа Они Идут Ведут Служение Одного Брата Он Служитель У нас Есть Город Термес Она Граничит С Афганистаном Так Видно Как Вот Я Здесь Стаю Вот Часы Такой Граница Афганистана С термезом Речка Такой Маленький Проходит И Разделяет Это Термес С Афганистан Вот Его Тоже Арестовали Наложили Большой Страф Посадили И Членов Церкви Привели К нему И Сказал Это Ваш Пастор Если Вы Не Откажете От Христа И С вами Будет Так Его Под ногти Иголкой Сували Били Но Слава Нашему Господу Он Служение Ведет Еще Он В долгах Но Все Равно Бог Благословляет Служение Его Молитесь За Братья Сестер Узбекистана За Мусульманский Народ Чтобы Господь Открыл Им Спасение Когда Я говорю Что Я Еврей Многие Говорят Как Я говорю Прочитайте Там Написано Мой Отец Был Иосиф Мой Дедушка Был Иона Моя Фамилия Иосиф Поэтому Я Еврей Часто Говорят Не Может Быть Я Говорю Если Мы Будем Читать Библию Мы Найдем Себя И Вы Евреи Вы Согласны Адам И Ева И У Авраама Был Два Сына Один По Обитованию Один С Рабыни Авраам Кто Был Евреи Евреи Исмаил Кто Тоже Еврея Мы Это Исмаил Тянем Согласны Нет Когда Сара Сказал Авраам Выгони Рабыню Сыном Его Авраам Что Сказал Сара Ты Своем Уме Он же Мой Сыр А мы Дети Божьи Слава Нашему Господу Мы Дети Отца Небесного И мы Братья Сестры Мы Новый Яросалим Слава Нашему Господу Пусть Господь Благословит Нас Сердца Чтобы Мы Имели Вечную Жизнь Если Мы Любим Господа Мы Должны Общаться С Ним Быть Всегда С Ним Вместе Иногда Мы Осудимся И О земном Думаем Знаете Я В одном Похороне Был И Задал Вопрос Я Говорю Почему Мы Не Хотим Оставить Эту Землю Кто Можешь Подсказать Почему Мы Не Хотим Оставить Эту Землю Задумали Об этом Мы Взяти Земли И Эта Земля Держит А почему Христос Стремился На Небо Он Был С Неба Слава Нашему Господу Поэтому Он Стремился На Небо И Он Открыл Нам Чтобы Нам Стремиться Туда На Небо Пусть Господь Благословит Нас Сердца Ибо Он Вчера Сегодня Во Веки Тот Я хочу Прочитать Такое Место Знаете Я Прошлые Раза Тоже Может Читал Я Хочу Напомнить Это 40 Глава Книги Битье 14 Стихе Написано Такое Слово Когда Он Иосиф Истолковал Сон Вина Черпи Что Он Сказал Ему Смотрите Вспомни Жи меня Когда Хорошо Тебе Будет И Сделай Мне Благодеяние И Упомяни Обо Мне Фараону И Выведи Меня Из Этого Дома Брат И Сестры Вина Черп Вспомнил Об Иосифе Нет Почему Ему Хорошо Стал Он Забыл Об Иосифе Нам Хорошо Здесь Жить В Этой Стране Я Думаю Но Братья Сестры Не Забывайте Наших Братьев Честер Там Которых Сейчас Холоде Голоде Нужде Все равно Служит Господу Слава Нашему Господу Знаете В прошлом Году Когда Я собирался Ехать И Молился Господу И сказал Господь Я столько Чудес Видел Хромы Скакали Мертвые Воскресались Слепые Видели Глухие Слышали А почему Сегодня Это Действие Прекратилось Знаете Господь Открыл Мне Я Проповел Это Слово Калифорнии Но Многие Приняли Многие Не Приняли Я Прочитаю Потом Это Место А Прежде Хочу Прочитать Сороковый Псалом Второй Стих Блажен Кто Помышляет О бедном В день Бедствия Избавить Его Господь Третий Стих Господь Сохранит Его И Сбережет Ему Жизнь Блажен Будет Он На земле И Ты Не Отдашь Его На волю Врагов Его Слава Нашему Господу Также Господь Хранит Меня Там Когда Я Бываю Узбекистане Мусульманскому Народе Там Проповедую Он Хранит Почему Ваши молитвы Ваше благословение Подкрепляет Там Братья Сестер И Они Держатся И За меня Молятся Я Просил бы Чтобы Не забывали Народ Мусульманский Узбекский Киргизский Казахский Каракалпаков Таджиков Иранцев Персов Ибо Они Принадлежат Иисусу Христу Знаете Что у меня Открыто было 12-й Голова Евангелия От Луки 1-й стих Между тем Когда Собрались Тысячи Народа Так Что Теснили Друг Друга Он Начал Говорить Сперва Ученикам Своим Мы Сегодня Ученики Христовы Это Слово Для Нас Берегитесь Закваски Фарисейские Что Такой Закваска Фарисейские Которые Есть Лицемерие Вот Поэтому Господь Сказал Я не могу Действовать Почему Народ Ударился Лицемерно Раньше Все Общались Вместе Любили Друг Друга Ах Сейчас А это Брат Такой Это Сестра Такая Можно Сегодня Ходить На Собрание Можно Не Ходить Для Собрания И Мы Становимся Лицемерами Перед Христом Другое Место Это Было Слово Киеремии Иремия 7 Глава Слово Которое Было Киеремии От Господа Стан Во Вратах Дома Господний И Провозгласи Там Слово Это И Скажи Слушайте Слово Господне Все Иудеи Входящие Этими Вратами На Поклонение Господу Почему Я Сказал Что Мы Евреи Мы Сегодня Вошли С Светых Ворот Для Чего Для Поклонения Господу Для Поклонения Господу И Здесь Говорятся Такие Слова Так Говорит Господь Слово Бог Израилю Исправьте Пути Ваши И Деяния Ваши И Я Оставлю Вас Жить На Этом Месте Не Надейтесь На Обманчивые Слова Здесь Храм Господень Храм Господень Храм Господень Но Если Совсем Исправите Пути Ваши И Деяния Ваши Если Будете Верно Производить Суд Между Человеком И Соперником Его Не Будете Притеснять Иноземца Сироты И Вдовы И Пролюбать Невинные Крови На Месте Этом И Не Пойдете В Вслед Иных Богов На Беду Себе То Я Оставлю Ваш Жить На Месте Этого На Этой Земле Которые Дал Отцам Вашим В роды Родов Вот Вы Надеетесь На Обманчивые Слова Которые Не Принесут Вам Пользы Но Слава Нашему Господу Мы Сегодня Мы Верим В эту Книгу Живую Слово Божье Пусть Благословит Господь Нас Чтобы Стоять Твердо В вере В Иисуса Христа Аминь Тихий Час Вечерний День Круг Увел Боже Милосердий Ты Услыши Нас Мы Тебе Создател По Трудом Пришли На Ру Дару Дару Молитвы Семя Принесли Мы Тебе Создател По Трудом Пришли На Ру Дару Молитвы Семя Принесли 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 Молитвы Принесли Тебе Руки Практиров Дару Нас Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Там выше небесконечным» 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Песня «Перед, вперед, вперед, в небесную большинство, и в небе одна, в небе». Приветствую вас миром и любовью нашего Господа Иисуса Христа. Рад видеть вас сегодня еще раз, и я вам скажу, что я чувствую, что я не в гостях уже сегодня. Это нормально, как вы думаете? Да, ну я тоже так думаю. Я думаю, нам в конце служения нужно будет, было бы неплохо, особо помолиться за братьев, которые были сегодня у нас, которые помолиться вообще за Грузию и за Узбекистан. В Узбекистане действительно происходят нечто ужасные вещи, непонятно куда движется эта страна, и действительно очень сильные притеснения и гонения на верующих, на христианство, на Библию, на всех, кто исповедует эти вещи. Поэтому это очень важно, можно будет благословить, помолиться за них, да и всех, кто трудится в этих таких, знаете, горячих точках, сложных местах. Я не спросил, сколько вообще времени у меня есть. А я не знаю, когда полчаса, вы до восьми, да? Ага, я думал до половины, думал, это самое. Вот, поэтому, а как вы вообще чувствуете себя? И хватит у вас еще на полчаса или... Потому что я видел как-то некоторых немножко это самое... А вот, иногда атмосфера такая, да, нелегкая. Вот, ну, Слово Божие действительно, оно сильно и оно действенно, и оно обоедоострое такое, оно влияет и может нас пронизать до внутренности. Я знаю, что вы любите Слово Божие, потому что невозможно не любить. Правда, верующему человеку невозможно не любить Слово Божие. Сегодня я хочу поговорить с вами об очень важной теме. Давайте, коль я здесь сегодня, вспомним о том, о чем я говорил. Если вы помните, просто хотелось бы проверить о двух важных вещах. Помните, я говорил? Важные вещи, которые делают церковь лучше. Вы помните о них? Кто помнит, о чем мы говорили? Я понимаю, что у вас много приезжих проповедников, много хороших вестей, но это очень важные вещи. Мы говорили о присутствии Божьем. Помните? Важность присутствия Божьего. Важность того, чтобы понимать и осознавать, что Бог присутствует на этом месте. Я вам скажу, почему это важно. Еще один фактор. Потому что это трагедия, которая произошла в народе израильском. Написано, что Он пришел к Своим, а Свои Его что? Не приняли. Почему? Что они не ждали Мессию? Что они не ждали посланников Божьих? Разве они не мечтали об избавлении, о том, что придет Господь и избавит их? Все это было. Разве не было у них служений, богослужений, праздничных служений? Все это тоже было. В чем дело? Что произошло? Вы понимаете, в чем опасность может быть? Что за служениями, за всем таким помпезным, прекрасным, за религиозными вещами можно забыть о том, кто указывает на эти все вещи. Понимаете, о чем речь идет? То есть можно прекрасно делать какие-то дела Божьи, но забыть о том, на кого указывают эти дела. Так случилось в Израиле. Они не приняли своего Мессию, они не приняли его. Они не осознавали реальное присутствие Божие. Для них формы, традиции, обряды стали обыденной нормой жизни. И они не представляли без этого свое существование. Они вместе с тем забыли о самом важном, на кого они указывают, кто есть Бог. Присутствие Бога – это важно. И второй момент, мы говорили, Бог будет, если Он присутствует, Он обязательно будет говорить и не молчать. Это тоже очень важно. Весть Бог будет посылать через разных людей. Главное, что нам – отдать себя, написано в Библии, принесите себя в жертву живую, угодную Богу. Главное – предоставить себя, чтобы Бог мог использовать меня, и я мог стать этим рупором, этим каналом. Я скажу вам, что это тоже трагедия была в народе израильском, если вы читаете Ветхий Завет. Мы видим, что не всегда цари, а довольно часто они не хотели слушать Слово Божие, волю Божию. Они предпочитали другую волю. Пророки приходили и говорили, так говорит Господь. Нужно делать это, это и это. И как цари поступали? Библия говорит, что часто они делали неугодное в очах Божьих. Они не хотели слушать. Есть некоторые даже примеры, когда наглядно показано было, что они выбирали себе других учителей, других посланников у них были. Почему-то вот эти посланники, вот эти представители или лжепророки всегда почему-то находили место в царских дворах. Их почему-то принимали. Помните в случае с Иеремией, да? Когда он говорил, серьезная опасность надвигалась на страну. Да, может быть, не очень приятно было слышать, что Израиль падет, что храм будет разрушен, что враг придет, и мы погибнем, что нужно принять это, что нужно не противиться Богу, а принять это как дань. Как дань того, что мы отступили от Бога. Это наказание, которое нужно принять. Хотелось слушать такие вести? Конечно, не хотелось. И поэтому царь призывал других пророков. А другие пророки пророчествовали что? Другое совершенно. Они говорят, да все нормально будет, да это лжепророк. Да это, понимаете, постоянное противление. Слушать волю Божию это нелегко. Скажите, вы хотели бы слушать только в свой адрес хорошее или все? Хорошее или все? Слава Богу. Но иногда все не очень приятно слышать, правда? Правда, когда это особенно касается кого-то лично или что-то неприятно. Библия несет разные вести. Поэтому, слава Богу, пусть Бог благословит вас, что вы за правду и хотите слышать правду. Это очень важно. И пусть Бог благословит и церковь, и руководство, чтобы никогда не препятствовать людям, которые имеют слово или весть от Бога, чтобы они всегда имели доступ. Потому что это трагедия, когда мы начинаем слушать того, кто нам нравится, а не того, кто Бог посылает. Это очень тоже важный момент. И поэтому пусть Господь благословит. Сегодня я хочу поговорить с вами о духовных болезнях, которые, как и болезни физические, которые разрушают тело и ведут к смерти, они ведут к какой смерти? К духовной, правда? Место, которое я хочу начать с вами, написано в Евангелии от Матфея. Если у вас есть Библия, вы можете открыть. Евангелие от Матфея, 9 глава, 12 и 13 текст я прочту. Послушайте эти важные слова, которые Иисус сказал. Я думаю, что вы знаете их, что когда-нибудь читали, но давайте поразмышляем о них, что Иисус имел в виду. Послушайте. Матфея, 9, 12 и 13. «Иисус же, услышав это, сказал им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Я думаю, когда-нибудь вы слышали эти слова. О чем идет здесь речь? Иисус говорит, что нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Это естественно, правда? Это, по-моему, достаточно ясно. Зачем Иисусу говорить достаточно простые вещи людям, которым и так все понятно? Если вы захотите проверить, попробуйте сегодня или, может быть, в другой день предложить кому-нибудь из прохожих врача или скажите, «Можно я вам вызову 911?» И вы увидите реакцию человека. Люди вас не поймут, мягко говоря. Но если вы предложите доктора человеку, который нуждается или произошел какой-то эксидент или какая-то авария или трагедия, и вы скажете, «Можно я вызову?» Он скажет, «Да, спасибо тебе». Потом, может быть, о вас он будет вспоминать долгие годы и говорить, что этот человек помог мне. Он в нужный момент вызвал доктора, вызвал помощь. Это естественно и понятно, что мы нуждаемся во враче, когда больные. Зачем Иисусу об этом говорить? Вторая часть, она объясняет это. Вот что он имел в виду. Дальше он говорит, «Ибо нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Поэтому он пришел призвать неправедников, но грешников в покаяние. С кем себя сравнивает здесь Иисус? Как вы видите? Если, давайте так, вот может быть сложно. Если здоровые – это кто? По Библии кто? Ну, как бы праведники, да? А грешники кто? Больные, правильно? А Иисус кто? Поэтому он говорит, «Я пришел призвать неправедников, но негрешников». Понимаете, да? Но грешников, кто Иисус в этом случае? Он выступает в роли доктора, который пришел, чтобы помочь людям избавиться от этих болезней. Если, по сути, смотреть на эти тексты, то понятно, что все нуждаются в Боге. Но проблема в том, что определенная категория людей не считала себя грешной. И поэтому они осуждали. Если посмотрите тексты выше, то Библия говорит, что они осуждали, что Иисус пьет и ест с мытарями и грешниками. Иисус, зная их помышления, эти тексты, которые мы прочли, он высказывает именно по этому поводу, что все нормально. Он как раз пришел помочь больным людям. Сегодня говоря о болезнях духовных, они сегодня представляют большую опасность для тела Христова, для тела Божьего. И вот те трудности, которые есть не только в Узбекистане и в других мусульманских республиках и странах, где верующих особо гонят. Это мы понимаем, что в последнее время дьявол обрушивается на разные страны, на разные места. И он ходит, как рыкающий лев, вообще говорит Библия, ища кого поглотить. И это касается и нас. Хотя мы вроде бы убежали от тех гонений из советского режима. Многие получили статус беженца. Но мы здесь понимаем, что и здесь много трудностей, правда? И скорбей здесь. И дьявол пытается нас как-то тоже съесть, поглотить, как лев этот рыкающий. И ему достаточно удается. По свидетельствам тех или иных людей, от родителей я часто слышу, от детях, которые не ходят в церковь или еще что-то. Эти проблемы существуют. Поэтому нам нужно быть на стороже об этих духовных болезнях. Грех — это болезнь. Мы иногда вырисовываем на евангельских программах, говорим, что грех — это болезнь. Болезнь, которая поглощает этот мир. И это смертельная болезнь. Конечно, люди в этом мире не понимают, что такое грех. Они не видят проблемы в этом. У них преступления есть, у них есть законы, они понимают определенные вещи, которые должны быть, не должны. Но Библия говорит, что грех существует. Верите в это вы или не верите, он существует. И он просто неизлечим. Единственное лекарство есть на Голгофе, есть во Христе. Только если мы принимаем Иисуса как своего личного Господа и Спасителя, Он может нас простить и может нас принять. Это сможет нас избавить от этой серьезной болезни. Поэтому часто на программах мы говорим людям о том, что человечество, хотя, может быть, люди не понимают, человечество сегодня находится в серьезной опасности. Это опасность греха. И от этой опасности, как я сказал, может избавить только Господь. Как вы думаете, когда мы говорим о болезнях, какие болезни больше опасны, видимые или невидимые? Как вы думаете? Невидимые, правда, с которых не видно и невозможно бороться с ними. Я недавно был в одной семье в гостях и общаясь за столом. И кушая вместе, они рассказали не очень хорошую такую вот историю, историю их семьи. А женщина, эта хозяйка, рассказала про своего отца, что все было нормально. Ничего не предвещало никакой проблемы или какой-то трагедии. Просто он кашлял. Он часто кашлял. Они говорили, папа, давай мы пойдем к врачу, давай мы проверим тебя. Что-то ты кашляешь, ну как мужчина, знаете, часто мужчины говорят, да что, что я покашлять не могу? Да все нормально. И как-то вот они ему напоминали, но он не любил докторов, он пытался так вот не сильно распространяться о своих болезнях, о своих слабостях. Мужчины иногда, они такие более терпеливые, женщины более разговорчивые, они пытаются держать в себе. Кстати, некоторые психологи говорят, что это плохо, поэтому может быть одна из причин, по которой мужчины умирают раньше, они слишком держат все в себе. Но это другой разговор. И вот они говорят, мы постоянно вот говорили, мы говорили и ничего. И однажды говорят, мы шли вместе с ним по лестнице, и он, поднимаясь по лестнице, ему стало плохо, он закружилась голова, и он чуть не потерял сознание и не упал. И мы, говорит, поняли, что что-то такое, у него сильная дышка началась, как будто не хватает воздуха. И мы вызвали, мы вызвали скорую, мы настояли на том, чтобы произошло расследование, чтобы проверили его легкие. И когда доктор посмотрел его легкие, то он сказал, что ему осталось жить всего пару месяцев, что у него серьезная стадия рака легких. Когда они рассказывали об этом, они говорят, что мы тогда, когда слышали эти известия, мы не могли поверить в это. Так внезапно, ничего не предвещало. И вдруг мы узнаем, что через пару месяцев он должен уйти из жизни. И говорит, это так и произошло. Он уж умер буквально через несколько месяцев, но это так внезапно было. Мы не думали об этом, мы так ненавидели эту болезнь. Вот это вот невидимое, вот живешь иногда и не знаешь, что с тобой может произойти. Вроде чувствуешь себя как бы более-менее, и вдруг тебе могут сказать о том, что у тебя рак, или у тебя еще какая-то проблема, или еще что-то, и они потеряли его. Действительно, невидимые болезни, они намного опаснее видимых, потому что не с чем бороться, правда, не зная, что ты болен, не можешь предупредить эту болезнь, начать лечить ее на каком-то начальном этапе, уже становится все поздно. Так и с болезнями духовными. Есть болезни, которые действительно являются хроническими. И мы должны молиться Господу, потому что, вы помните, там, где есть болезнь, общество не может расти, не может следовать за Господом. Вспомните Ахана, который взял. Все дело Божие остановилось, потому что он взял из заклятого. Бог сказал, стоп, дальше я не могу возвести, потому что у вас есть скрытые грехи. Друзья, это очень важно, чтобы ходить чистыми перед Богом, чтобы полностью Господу открыть свое сердце. Об одной из вещей, о которой я хочу поговорить сегодня, их много, их много, но часто об этой вещи мало кто говорит. Послушайте, что написано в Ветхом Завете. Когда Бог вел народ израильский, Он вывехал их из Египта. Вы представляете, народ, у них нет ни президента, у них нет ни парламента, у них ни законодательной, ни медицинской системы, никакой, просто такое общество народа. Их надо как-то вести, их надо как-то организовать. Им как-то дать надо мудрые законы, чтобы они не разложились сами в себе. И Бог дает им, помните, многие-многие предписания, нам иногда тяжело читать эти непонятно многие вещи, в Левите, во второзаконии, Бог говорит многие вещи, что им нужно делать в плане судебной системы. Если муж заревновал жену, помните, там есть интересные вещи. И многие другие, если заболевания какие-то, если на стиле какое-то пятно, болезни, Бог всесторонний, со всех отношениях, Он заботился об этом народе, чтобы им было хорошо, ведь они идут по пустыне, вообще у них нет никакой организации, и людей мудрых нет. Бог хотел вести их и быть их Богом, и организовать. Одно из вещей, о которых Он говорит, много там есть повелений, одно из повелений я хочу зачитать, в Левит 19-16, послушайте, что здесь написано. Книга Левит, Ветхий Завет, 19-я глава, 16-й текст. «Не ходи переносчиком в народе Твоем и не восставай на жизнь ближнего Твоего. Я Господь». Одно из многочисленных повелений, вы слышите, которое Господь говорит, «Не ходи переносчиком в народе Твоем, не восставай на жизнь ближнего Твоего». Что это значит? Серьезно звучит, да? «Не восставай на жизнь ближнего Твоего». Как я могу восставать на жизнь ближнего? Что значит «переносчик»? Я думаю, что вы понимаете, что речь не идет о носильщиках, каких-то тяжелых предметов или, как мы сегодня называем, грузчики. Речь идет о переносе чего? Информации, которая может повредить в обществе. Он понимает, что Бог ведет людей, довольно не святых людей, но которые любят Господа и желали избавления. И чтобы предостеречь от чего-то, от какого-то вспышки, какой-то эпидемии духовной. У них было много вспышек. Ропот, например, недовольство часто вспыхивало в народе. Вот еще одно-одно. Бог говорит, не делайте этого, не будьте переносчиками, не будьте распространителями. А когда мы говорим о сплетнях, вообще сложно определить сегодня, что такое сплетни. Вообще мы понимаем, что сплетни — это плохо что-то, да? Но определить, что это такое в реальности, я думаю, я почти не слышал ни от кого такое. Почему? Потому что сегодня в этом мире, во-первых, сплетни — это нераспространенное слово. Если вы включите средства массовой информации, телевидение, радио, вы фактически не услышите это слово «сплетни». Их нет просто. Сегодня разные есть выражения, которые заменяют. Люди говорят, я так думаю, или я так понимаю, или я так считаю, или это мое мнение, или мне так кажется. Вот люди могут заменить разными высказываниями, как они понимают. Давайте посмотрим, что вообще словарь русского языка говорит по поводу сплетен. Послушайте, что написано. Например, словарь Владимира Даля. Известный и популярный такой авторитетный словарь. Сплетни — это пересказы и наговоры, смутки, перенос вестей из дома в дом с пересудами. А еще один толковый словарь говорит, словарь русского языка. Вот здесь сплетни дается такое вот определение. Слух о ком-то, чем-либо основанный на неточных или заведомо неверных, нарочито измышленных сведений. Я вам скажу, что в этом мире сплетни — это то, что многие репортеры, газетчики, они просто выискивают. Они любят это. Многие в этом мире люди, которые не знают Бога, они просто живут. Какие-то новости, что там чем-то можно послушать, какие-то сенсации или какие-то, может быть, проблемы у кого-то, у известностей каких-то. Вот. Кстати, одна известность, достаточно широкая известность — женщина, которую репортеры постоянно пытались сфотографировать. Это стоило ей жизни, кстати. Вот. Собирали постоянно сплетни, где она там в каком-то обществе. Однажды ее видели где-то с каким-то мужчиной. Потом оказалось, что это ее водители. Пытались снимать ее, фотографировать. Если вы немножко знаете, иногда люди популярные, известные страдают от этих папарацци, которые везде ее преследуют. И она села в машину и сказала водителю, чтобы он мчался, уезжал от этих папарацци. И они на большой скорости, где-то там в Европе, пытались уехать, умчаться, чтобы они не догнали, но не справились с управлением и врезались в такое бетонное перекрытие в одном из блоков. И погибли оба. Это была принцесса Диана. Слышали про такое? Очень хорошая женщина, кстати. Ее многие описывают, что она восхищалась делами милосердия и много дел творила. Представляете? Сплетни, чтобы кто-то собирал информацию о стойной жизни человеку, потому что не могут оставить в покое. Вот сегодня есть люди в этом мире, это норма считается. И я вам скажу, сегодня есть некоторые верующие, в том числе американские верующие, видят небольшую или даже, сказать, достаточно проблематичную здесь в культуре такую особенность. Сегодня мы живем в этом американском обществе, в этой культуре, и сегодня совершенно нормально в этом обществе, когда тебя могут обсуждать где-то, а тебе могут говорить или с начальством, или с соседом, и говорить о тебе в негативном смысле. А когда встречают тебя и улыбаются, как будто ни в чем не... Вы знаете такое? И, к сожалению, вот эта вот культура не очень хорошая. Она входит даже в церкви в американские. У них они обсуждают друг друга, какие-то не очень хорошие вещи про друг друга говорят, а встречаясь, они улыбаются и говорят, о, Джон, ну как у тебя дела? А он только что о Джоне такое говорил, вот что там, о, я рад тебя видеть. Вот это вот культурное, я понимаю, что и присуще вот этой стране, но оно не совсем вписывается в то, что Библия говорит, потому что Библия против лицемерия, против двух личностей. Сегодня, когда есть эта проблема, даже нам намного нужнее директивы Христовы, библейские директивы, чтобы смотреть на это с библейской точки зрения. В одной церкви люди, которые недавно покаялись, стали объектом сплетен, в результате они ушли с пути искания Бога. Необузданные языки воздвигли преграду на пути людей к спасению. Я думаю, что кто-то из вас знает такие случаи, когда случалось так, что какие-то языки могли возводить преграду на пути людей к Богу. Смотрите, что говорит Библия. Кто хранит уста свои, притча 13.3, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Это действительно беда может быть, когда мы становимся препятствием на пути людей к Богу. И это серьезно. Я вам скажу, что сегодня так Бог сделал интересно, что я утром присутствовал на другом миссионерском служении. И много других свидетельств слышал. Слышал, как люди ездят там на Украину и свидетельствуют в тюрьмах. Как в тюрьмах люди, зэки вот эти вот, которые совершили по ряду преступлений серьезных. Они начинают принимать Бога и каятся. И там есть фотографии, где один зэк, он становится на колени. Достаточно популярный, авторитетный был человек. Становится на колени, он кается. И прямо там в колонии при всех зэках ему не было стыдно это сделать. Я знаю одного человека, его звали Владимир. Он 10 лет просидел на Белом Лебеде. Была такая тюрьма известная. Может быть и есть до сих пор. Он так мечтал встретиться с верующими. Это была его мечта. Приходили вот эти люди, которые проповедовали в тюрьмах. И он слушал их. И его сердце принимало все это. И он просто жаждал. Считал дни, когда закончится его срок. У него там третий срок, по-моему. Он весь в наколках. Я видел, мы посещали тюрьму с ним. Конечно, когда мы посещали тюрьму вместе, моя проповедь и его, это вообще было несоизмеримо. Что мы можем показать? А он, когда выходит, нос перебитый. Сразу видно свой. Вот, зэкам, зэкам. Зэк, зэкам, конечно, авторитет. Нет, а мы просто считаемся как белоручки. Что мы знаем о жизни? Конечно, он был авторитетным очень. Его слушали. Так вот, этот человек, когда сидел в тюрьме, он мечтал выйти на свободу, чтобы увидеть верующих, чтобы влиться в семью христианскую. Потому что он общался только с некоторыми из них, которые приходили в тюрьму изредка, рассказываем о Боге. Он принял всем сердцем. Он вышел из тюрьмы, не разбираясь. Он пошел в первую христианскую церковь. Он был как дитё Божие. У него глаза сияли. Он был таким счастливым. Он готов обнимать был каждого. Он пришел к верующим. И он был счастлив. Вы знаете, произошла трагедия. Церковь не смогла его принять. Или, скажем так, нашлись люди, которым что-то не понравилось в нём. Они начали как-то враждовать с ним. А вот дьякон там был один, который начал строить какую-то враждебность и борьбу с ним. Он начал воздвигать какие-то сплетни. То, что тот не скрывал о своей жизни за многие годы, что он делал, но Бог его простил, стало ясностью, стало доступным для всех. Кто-то пускал эти сплетни. В результате этот человек не выдержал. Он ушел из церкви, он запил. И это стало серьёзным очень таким кризисом в его жизни. Это очень горько сознавать, но, к сожалению, это произошло. И печально сознавать, я знал этого человека. Его не смогли сломить тюрьмы. Какие-то авторитеты там в тюрьме. Но его смогли сломить верующие, оказывается. Есть такие чудо-верующие, которые могут своим словом морально... Они же не привыкли к моральным таким. Они более такие прямые, конкретные. Вот так произошло в жизни этого человека. Друзья, это действительно очень опасная вещь, когда мы можем быть соблазном. Помните, Христос говорил, горе тому, кто станет этим соблазном. Лучше жернов повесить кому-то на шею и утопить, нежели кто-то может соблазнить одного из малых сих. Иногда уста наши. Вот Яков много говорит, что уста наши – это очень большая проблема. Посмотрите, что написано у Якова. «Язык, написано, никто из людей не может укротить. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божьим. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не можете, братья мои, смоковница, приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». И он много описывает. У Якова очень много говорится за слова, за уста. Может быть, он что-то увидел в христианской жизни. Как это зло может влиять и мешать делу Божьему. Сегодня сплетни в некоторых церквах. Я говорю это с болью, а стали просто хронической болезнью. Во-первых, это болезнь невидимая. Ее сложно определить. Никогда в истории никакой церкви не исключали за сплетни. Никогда. Потому что невозможно потрогать и схватить за руку. Это невидимые вещи. Но эти болезни существуют. И ни одно разделение. Там, где произошли разделения в церквах, вражда и конфликты, никогда не обходилось без сплетен. Сплетни играли самую первую роль. Это был источник, это была искра. Но многие даже не задумываются, не знают об этой причине, не знают, как бы, с чем бороться. Поэтому дьявол очень доволен, когда ему удается внедрить какую-то невидимую болезнь в жизнь церкви. И церкви не видят, с чем бороться. И думают, что это как бы норма, это то, что является обыденностью, и не стоит внимания этого. Но он выигрывает на этом, потому что разрушение происходит. Поэтому сегодня я хотел бы, чтобы вы запомнили эту тему. Эти мысли, если коснутся вашего сердца, в вашей жизни могут произойти достаточно серьезные изменения. Поэтому, что Библия говорит еще об этом? Смотрите, притча 3.29. То, что мы говорили в американском обществе, часто люди улыбаются, хотя могут носить камень за пазухой и говорить плохо начальству про тебя или еще где-то. Смотри, написано в притче 3.29. «Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобой». Слышите? Очень важно. Не замышляй. Смотрите, что Иисус говорит. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». В одной церкви в России, это было в Хабаровске, произошел такой случай, мне рассказали мои родственники, родственники жены, вернее. Молодой человек, который недавно пришел в церковь, буквально где-то год, он так полюбил церковь, он так начал активно участвовать в жизни молодежи, он на гидаре играл, пел песни, где-то, кто-то через какое-то время увидел его в компании где-то, в каком-то клубе или кафе, и там были на столе спиртные напитки. И через некоторое время этот человек, оказывается, этот молодой человек, увидел тоже этого человека, брата, церкви, который видел его, они как-то увидели взглядами друг друга. Но суть остается в том, в заключении, он через неделю на ближайшем служении появляется в церкви, заходит в братскую, рассказывает братьям, неизвестно, что он там рассказывает, закрывает дверь, уходит из церкви, и больше его никто никогда не видел. Вся молодежь, говорит, была в шоке. Такой брат, активный. Знаете, что иногда происходит? Знаете, в чем проблема была в этой церкви? Он слишком хорошо знал свою церковь, что церковь Бог может простить, но церковь никогда не простит. Потому что он, наверное, слышал от многих, как многие обсуждают, того или другого, или третьего, те грехи, вторые и третьи. Он слишком хорошо знал этого, свою церковь, где он находился. Он знал, что стоит ошибиться раз, и все, не будет прощения. Друзья, какая вообще позиция должна быть в Библии по отношению к сплетне, по отношению к каким-то ошибкам ближних. Мне очень нравится, если Иисус называет себя, фактически выставляет себя в роли врача. Если грешник – это больной, праведник – это здоровый, то кем церковь является в этом контексте? Церковь – это с чем можно сравнить? С больницей, не так ли? Иисус, если врач, то церковь – это больница. Больница, мне кажется, это очень хорошее сравнение, с чем можно сравнить церковь. Потому что в больницу мы приходим какие? Все больные. Нет среди нас здоровых. Мы все грешники. Мы все нуждаемся в исцелении. Мы нуждаемся приходить сюда, чтобы Бог шаг за шагом исцелял нас от тех или иных болезней. И даже, может быть, если кто-то, может быть, считает себя более здоровым, мы должны помогать. Библия говорит, и вы сильные, в послании к Риме написано, сносите немощных слабых и не себе угождайте. В этом сила, чтобы помогать и поддерживать друг друга. Вот в этом смысл. Можно по-разному сравнить церкви. Некоторые церкви похожи на музеи. В музее люди пытаются что сделать? Себя показать и других посмотреть. Некоторые даже похожи больше на цирк, где есть и клоун, и есть тот, кто смешит и ведет себя театральным образом. Некоторые церкви можно сравнить с дискотеками, где люди приходят хорошо провести время, эмоционально попрыгать, потанцевать. Мне кажется, это лучшее сравнение. Церковь – это больница. Бог хочет лечить нас здесь. Сюда могут приходить разные люди, которые, может быть, действительно имели какие-то грехи серьезные, какие-то болезни. Наше дело что делать? Принять их. С любовью принять, чтобы они почувствовали себя, что они желанные здесь. Чтобы мы могли обогреть их любовью, окружить заботой, пониманием. Потому что это не наше право судить и вспоминать, что он сделал, как он поступал. Это Божье. Скажите, если представьте такую ситуацию. Я вижу человека, к примеру, совершающего грех. Или кто-то видит человека, согрешающего грех. И он рассказывает другим. Один день, второй день, третий, пятый, десятый. Рассказывает, делится об этом. А этот человек в этот же день пришел, встал на колени и сказал, Господи, прости меня. А тот пытается разносить эту информацию, как бы, может быть, в разных мотивах. Может быть, сожалея или разводя руками. Ой, я ж такое видел сегодня, брата. Скажите, что происходит в этом случае? В этом же случае, если мы поступаем так же, этот человек становится лже-свидетелем. Он говорит ложь. Он думает, что он помогает ближнему, но он говорит ложь. Почему? Потому что этот человек уже не грешник. А он уже кто? Прощенный грешник. Правда? Бог его простил, он покаялся. Но ты, если не знаешь об этом, ты можешь делать большую ошибку и быть неправым в глазах Божьих, и не быть благословением, а наоборот, быть очень неугодным человеком, который делает такие вещи. Друзья, грех сегодня настолько может замаскироваться в жизни верующих людей, что даже опытные христиане не всегда и не сразу могут обнаружить его. Почему сплетни являются грехом? Потому что, посмотрите, есть ряд причин, что происходит, когда люди совершают такие вещи. Во-первых, почему людям нравится сплетни? Смотрите, притчи 26-22 оставляют нам причину. Написано, слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Людям нравятся сплетни, пообсуждать чью-то жизнь. Многим людям нравится, к сожалению, я не говорю не только о людях в этом мире, к сожалению, верующим. Вот им нравится послушать, что там в жизни моего ближнего происходит. А вот сплетни о самих себе людям не нравятся. А других с удовольствием. А вот когда по мне, почему так? А вот такая вот наша природа, и природа эта не очень святая. Смотрите, какие его причины, почему это разрушает общение, разрушает ситуацию между ближними, особенно между верующими. Тот, кто говорит о человеке плохое, во-первых, вредит тому человеку, а это зло, и потому является грехом. Во-вторых, это показывает, что рассказчик не имеет любви к ближнему. В-третьих, сплетник грешит против тех, кто его слушает, поскольку это может привести к осложнению или разрыву отношений между людьми. Услышавшие, возможно, будут презирать, высмеивать того, о ком шел разговор, может быть, станут ненавидеть этого человека. А Иисус Христос учил любить грешников, любить врагов. Поэтому это не вписывается в картину любви. Переносчик сплетень часто даже не понимает, поступает иначе, побуждает других ко греху. Он разрушает в людях любовь Божия. Посмотрите, что написано в Библии, притчи 16, 28. «Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей». Есть средства в Библии. Слава Богу, мы не в тупике. Да, с этой проблемой очень сложно бороться, потому что она невидима такого характера. Но есть конкретный критерий в Библии, если мы сегодня запомним его. Это очень поможет. Это поможет иметь этот иммунитет церкви, телу Христову на эту проблему. И в следующий раз мы уже сможем реагировать адекватнее на эту проблему. Смотрите, сам Иисус дает решение этой проблемы. Это очень важные тексты. И Иисус дает рецепт от этой болезни. Матфея 18, 15-16 текст. Послушайте, что здесь написано. «Если же согрешит против тебя братвой, поиди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Это говорит Библия. Итак, здесь принцип заложен. Решение многих и многих проблем. Друзья, мы как верующие должны знать и руководствоваться. Я вам скажу к стыду, что многие не знают об этом. Многие не слышали об этом. Я не знаю, почему во многих церквах не проповедуются об этом. Это очень важная вещь, которая происходит. Во многих церквах эта проблема есть. Я знаю, об этом говорят. Или люди, которые делали это, или люди, которые пострадали от этого. Смотрите, Христос говорит, «Если согрешит братвой, то нужно что сделать? Кому пойти? К соседу? К брату по улице? К своим друзьям? К пастору? Кому нужно пойти? Это не я говорю вам. Не я такой умный. Я такой же, как вы. Я читаю Библию. Кому нужно пойти? Если согрешит, как нужно решать? Пойди к нему лично. Скажите, а как легче, скажите, вот только честно, легче пойти к брату этому лично, или рассказать другим людям об этом? Ну, честно, а? Легко пойти к этому человеку и сказать ему, «Ой, нелегко, правда? Ой, тяжело. А как он воспримет меня? А не обозлиться ли? Не пострадают ли наши отношения?» Это нелегко, я вам скажу. И действительно, если пойти, нужно серьезно подготовиться. Может быть, нужно молиться и сказать, «Господи, я пойду. Как вообще что произойдет?» Воспримет. Ведь цель, чтобы пойти, не просто возвыситься над братом, правда? Не просто унизить его, свыкосака сказать, «Ну что ты теперь? В каком ты положении? Я теперь про тебя знаю. Я все...» Не эта цель. Цель же помочь, исправить, спасти душу. Ведь Христос пришел что сделать? Спасти, не погубить. Исцелить. Для этого нужны усилия. Это нелегко. Многие предпочитают сделать по-другому. Но так учит Библия. Это не я. Это Господь говорит. Это принцип, который должен работать в среде верующих. Идти лично к человеку. Это первый шаг. Есть и другие шаги, безусловно. Иногда нужно задействовать, может быть, и других людей. Но это уже второй и третий шаг. И опять же, не это потому, чтобы свести счеты. Не это потому, чтобы отомстить или злорастовать. Любовь должна быть. Я хочу помочь ему. Он, может быть, не видит. Я люблю его. Я хочу помочь. Он мой брат. Он в моей церкви. Мы в теле Христовом. Мы должны помогать друг другу. В этом силу. Пойти к ближнему. Это нелегко. Потому что нужно приготовить что? Своё сердце тоже. Поговорить с Богом. Услышать от Бога весть. Как мне подойти? Как сказать? Как представить эту проблему? Итак, если нас что-то задевает в жизни ближнего, или мы видим, что кто-то живёт во грехе, то должны пойти именно к этой личности, ни к родственникам, ни к соседям, ни к пастору, ни к друзьям, а только к упавшему ближнему. Я думаю, Иисус это сказал, потому что знает наши слабости, знает, насколько мы слабы и нуждаемся в конкретных и ясных директивах, как нам вести. Друзья, а что произойдёт, если не делать этого? Что делать, если происходит по-другому? Если люди не идут к виновнику, а распространяют это среди других людей, а при встрече, может быть, делают вид, как будто ничего не произошло. Что принесёт, если рассказывать другим, что кто-то живёт во грехе? Что другие люди смогут изменить в этом? Если мы рассказываем об этом чудовищном деле и спрашиваем других, заметили ли они это, то заражаем их своим осуждением. Вместо этого мы должны были бы помочь этому брату или этой сестре возвратиться к общению с Богом. Может быть, тем самым мы действительно укажем им слабое место, которое Господь непременно может исцелить. Посмотрите, что писала одна сестра. «Я действительно более всего возрастала тогда, когда кто-то приходил ко мне с подлинной любовью и озабоченностью по поводу какого-либо противоречия в моей жизни. Я благодарна за то, что эта личность достаточно сильно любит меня, чтобы прийти ей, чтобы показать мне мой недостаток и дать мне шанс измениться». Делилась одна сестра, когда кто-то лично приходил к ней. Это действительно может играть большую роль и большую силу, когда я могу прийти к ближнему и вместе помолиться. Какая это радость! Библия говорит, когда мы кому-то поможем и сможем исправить, мы великое дело делаем, исправляя этого человека или помогая ему обратиться к Богу. Помочь брату исцелиться от чего-то. Это нормально. Так действуют в больнице. В больнице, особенно там, где-то, может быть, на поле военных действий, где создавались полевые госпитали, там больные, сами раненые, которые более-менее помогали, спасали, ухаживали, потому что не было медсестер или медбратьев, чтобы помогать. Они становились этими медбратьями, чтобы помогать своим же сотоварищам. Разве не это мы должны делать? Мы должны помогать, исцелять, поддерживать. Сплетни не помогают. Они добивают. Они убивают. Они разрушают. Они ничего хорошего не приносят. От сплетен вражда, ненависть, подозрение. Люди не могут терпеть друг друга. Это случается и в одной церкви. Я не знаю ничего о вашей церкви. Я говорю в общем. Я говорю всем об этом, потому что об этом говорит Слово Божие. Об этом говорит Писание, об этом говорит Бог. Поэтому, может быть, кто-то не знал раньше. А Библия говорит, оставляя времена неведения, что? Бог предлагает изменяться, совершенствуется. Нет никаких причин или каких-то проблем сказать, да, я, может быть, чего-то не знал. Господи, прости меня, чего-то не знаю. Может быть, иногда что-то делаю, какое-то зло своему ближнему или делал. Но я могу измениться. В этом радостная вещь, что мы можем приходить в эту больницу. И Бог может исцелять. И я могу становиться и от этой болезни лучше, и от этой болезни. Много болезней у нас. Я говорю о грехах. Но Бог может избавлять нас от них. Смотрите, что написано в Галатам 6.1. Братья, если впадет человек, какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенными. Вот в чем замысел церкви. Мы же могли бы и по домам сидеть, правда? Где-то по интернету Слово Божие слушать. Где-то, может быть, самим Библию читать. Бог создал нас как коллективное общество для того, чтобы мы поддерживали друг друга. Помните, что в притчах написано? Горе тому, когда упадет один. А что? А другого нет, чтобы поднял его. Это действительно горе. Потому что важно поднимать друг друга. Сегодня, может быть, я стою, а завтра упаду. Завтра кто-то поднимет меня, а сегодня я подниму кого-то другого. В этом смысл. Семь раз, говорит Библия, упадет праведник. Господь его будет поднимать. И в этом радость, что мы идем за Господом. Бог знает, что мы живем в этом грешном мире. Что нам нелегко приходится. Что мы поддаемся, что мы боремся с плотью. Все это известно Ему. Он хочет дать нам силу. Он хочет внушить нам, что мы можем побеждать. С каждым разом быть победителями, подниматься на более высокий уровень. Но не для того, чтобы съедать друг друга. Библия говорит, если угрызаете друг друга и съедаете, помните, апостол Павел говорит, что будет? Какое может быть единство? Какое может быть общество? Какое может быть мир? Действительно, сплетни и клевета – это ужасные вещи. И причина их существования самая разная. К сожалению, причины тоже греховные. Почему люди не хотят идти сначала к ближнему? Сплетни часто людям помогают возвыситься над другим. Так происходит в мире, иногда и в церкви. Смотрите, точно так же Бог был опорочен, или Бог оклеветал сатана перед Евой, чтобы возвыситься перед Богом, когда он сказал, да нет, это неправда, что Бог вам сказал, что вы не умрете. К сожалению, люди сплетничают часто по таким же причинам. Гордость и тщеславие – вот что движет нами, когда мы сплетничаем. Потому что унижая других, люди как бы возвышают себя. А Библия говорит, что возвышающий себя что? Унижен будет. Другие люди, может быть, сплетничают из-за зависти, пытаясь отомстить другим за то, что они лучшие, или богаче, или талантливее их. Третьи как бы собирают компроматы для своих корыстных целей, чтобы когда пришло время, они могли бы побольнее ужалить противника. Четвертые уже жить не могут без сплетней. Каждая новая порция слуха – это как образ жизни уже становится. Это тоже большая проблема. Можете проверить себя. Люди как бы сживаются этим, они питаются этим, живут этим. А другие даже вообще могут стать настоящими маньяками. Они страдают и мучаются, переживают, что у кого-то лучше в жизни происходит. Лучшая работа или лучший дом. И в конце происходит то, что эти люди могут заболеть даже психическими какими-то заболеваниями. А Библия просто говорит, 10-я заповедь – не желай. Другими словами, не завидуй. Как-то одной верующей начали говорить что-то плохое о брате. Она оказалась очень мудрой. Она остановила собеседника и сказала, «Не принимаю поношения на ближнего». Она знала Писание, потому что в Псалме 14-м третий текст написан, «Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего». Эти будут иметь благословение. Другому верующему также хотели сказать что-то нехорошее о другом человеке. Он остановился собеседника и спросил, «А зачем ты мне это говоришь? Ты уже сходил к этому человеку и сказал ему о его недостатках?» Он знал Библию, что нужно прежде всего пойти лично. Смотрите, что Библия говорит в притче 20-19. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся». Тоже интересные эти слова. Представляете? «Не сообщайся». Со сплетниками говорит Библия, кто имеет эту проблему в хроническом плане, «Лучше не сообщаться». Следовательно, смотрите, те, кто распространяет сплетни, могут грешить, и грешат также те, которые слушают. Почему, вы спросите? Потому что в распространении сплетен участвуют по крайней мере два человека, говорящие и слушающие. Не все люди осознают, что слушая сплетни, они способствуют передаче пагубных слухов, даже не произнося ни слова. Может показаться, что слушающий человек виновен меньше, но так ли это? Очевидно, что тот, кто выслушивает сплетни, несет такую же ответственность за распространение этих слухов и в каком-то смысле их даже выслушивать хуже, потому что внимательно или даже с интересом слушая их, мы как бы раззадариваем сплетника, провоцируя его продолжать это делать дальше. Как поступать, когда мы слышим какую-то информацию о каком-то ближнем? В таких случаях, друзья, можно не показывать слишком большую свою праведность, просто можно предложить, поговорить на другую тему или просто сказать своему собеседнику, слушай, мне как-то неловко разговаривать об этом. К тому же этого человека нет рядом с нами, и он не может за себя постоять. Друзья, Библия дает очень много советов. Яков 4, 11. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, того злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Церковь – это не суд. Это не коллегия адвокатов. Больше нам подходит образ больницы, где мы все грешники и больные, где мы все нуждаемся в исцелениях. Все, буквально все. Мы все грешники и нуждаемся в благодати Божией. Нет праведного ни одного. Мы не ищем Бога. Мы нуждаемся в поддержке, нуждаемся в том, чтобы расти, исцеляться и вырастать. Апостол Павел дает Тимофею строгий наказ относительно поведения некоторых христианок, зная, что у женщин, и психологи говорят, что у женщин словесные возможности превосходят мужские. Говорят, в день они говорят в три раза больше, чем мужчины. Ну, так Бог их создал, поэтому им приходится быть на чеку в этом плане. Смотрите, что он говорит. В послании к Тимофею написано, «Притом же они, будучи праздный, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливый, любопытный, говорят, чего не должно». Проблема, видать, была в первоапостольские времена в некоторых церквях. Смотрите, что сатана делает, чтобы остановить дело Божие? Как противостоит Евангелию? Он сеет раздор между людьми. Он разделяет церкви, он разделяет верующим посредством клеветы и сплетен. Но там, где верующие не впустят это зло в свое сердце, в свою церковь, они поступят по Слову Божьему. Там дьяволу и бедству будет тесно и узко, и негде будет развернуться. Они не смогут найти проводника своих лживых слов. В законе Божьем написано «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды». И даже если какие-то люди все-таки найдут каких-то проводников или, может быть, так сказать, слабых душ, которые будут рассказывать всякие гадости о других, то другие, если положат в своем сердце, поступать по Писанию не станут слушать. И работа дьявола будет бесполезной и напрасной. И если те, которые найдутся, поступят по Слову, Писанию, то впоследствии душа поддавшаяся искушению покаяться, таким образом сохраняется единство и мир в Церкви. И все служит к славе Божьей. Вы хотите это единство, чтобы было в вашей Церкви? Вы хотите, чтобы это единство было во всех Церквах? Чтобы действительно слава Божия ничего не мешало ей распространяться? Я хочу молиться сегодня с вами об этом. Чтобы Бог благословил, чтобы никакое зло, никакой грех не входил в Церковь. Чтобы мы больше любили, чем осуждали. Больше принимали, чем переносили какую-то информацию. Больше проявляли заботу, нежели осуждали своих ближних или с критической точки зрения относились. Бог знает каждого из нас. Эти принципы, они очень универсальны. Поэтому это поможет Церкви оставаться в любви друг к другу. Потому что каждый, если имеет что-то против ближнего, он пойдет к нему и будет руководствоваться этим принципом, чтобы поговорить. Это нелегко. Это нелегко. С точки зрения философии или дипломатии, многие предпочитают уйти от этого. Сказать, да не, я не буду трогать его или касаться этих вопросов. Я просто буду иметь свое мнение. Но это неправильно. Если это мнение не дает тебе жить, и это мнение, оно влияет на твою семью, на твоих родственников, и ты заражен этим, должен быть какой-то выход. Ты не можешь быть в состоянии войны или вражды против ближних. Вы понимаете? Это очень серьезные вещи. И Господь говорит, если ты идешь к Богу, смотрите, написано, и у тебя есть дарж, ты хочешь принести Богу, но вспомни, что у тебя проблемы с ближним, что ты имеешь что-то на ближнего, то оставь этот дар и реши проблему с ближним. Чтобы не было каких-то препятствий в молитвах, в служении. Бог хочет, чтобы мы могли быть примиренными. Потому что в Царстве Божьем мы будем, может быть, вместе. Может быть, будем вместе. Нам нечего делить здесь. Нам нечего спорить. Дьявол хочет рассорить нас, разделить, столкнуть нас, посеять ненависть. Но Бог хочет, чтобы мы были едины и находилась любовь между нами. Давайте будем молиться. Давайте встанем на наши ноги. Давайте будем молиться Господу. Может быть, кто-то хочет выйти, как обычно, сюда, чтобы мы помолились. Давайте помолимся за братьев. Братья, давайте пригласим братьев с Узбекистана и с Грузии, и братья-служители, они помолятся. Это прекрасно молиться друг за друга, просить, чтобы Бог благословил, чтобы Божий Дух присутствовал. Потому что они едут в сложные места, и они будут там проповедовать, особенно в Узбекистане. Молимся, друзья. Господи, мы благодарны Тебе. Благодарны, что Ты любишь нас. Стоя споем сборник 652. Красота Иисуса святей во мне. Красота Иисуса святей во тебе. Красота Иисуса святей во мне. Красота Иисуса святей во мне. Субтитры подогнал «Симон» 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 А еще одно такое место говорит «Симон» 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 «Симон»